Я узнала, какой он страшный человек. Абьюзер. Девушки по всему миру могут оказаться в такой ситуации, как ты. Наполовину русская, наполовину американка. Тебя очень часто называют шпионкой. Все будет хорошо. Ты знаешь всех своих соседей. Бабушки на почте лучшие собеседники. Кредитная система в Америке – это своего рода система контроля людей. Разве количество счастья ограничено? Что, извините меня, делают за почти 15 тысяч долларов. Я никогда не видела эта Америка. Это, мне кажется, правила созданы, чтобы их нарушать. Я полюбила Россию. Мне кажется, радость случилась. Всем привет, друзья. Я прилетела на Кубань, чтобы рассказать вам историю еще одного иностранца, который переехал в Россию. И поняла, что здесь так много непонятных слов. Например, синенькие. Это баклажаны. Или жердели. Или жердели. Что это вообще? Дорогая, это абрикосы. Лора, это ты. Ничего себе ты замаскировалась. Не замаскировалась. А ждала тебя, дорогая. Я хочу показать тебе свой Краснодар. Ты готова? Это мы и они на выезде. Let's go! Let's go! Лора Пиккинс. США. Работа графическим дизайнером не приносила радости молодой американке. Лора мечтала о большой любви и свободной жизни вдалеке от родины. Однажды в ее жизни появился русский мужчина, который перевез Лору из Техаса в Краснодар, но, к сожалению, сказка закончилась слишком быстро. Американка осталась одна в чужой стране, без денег и языка. Пройдя все жизненные испытания, Лора поняла, что ее самая большая любовь – это любовь к русским. Теперь она работает преподавателем, воспитывает двоих сыновей и ведет блог, где рассказывает, чем же Америка отличается от России. Лора обожает играть в дурака с соседями и разговаривать с бабушками у подъезда. Краснодар – один из самых быстрорастущих городов России. И это неудивительно, ведь здесь не только концентрация кубанского колорита, но и, конечно, благоприятный климат. Солнце здесь светит 300 дней в году, а лето, по словам местных, заканчивается в ноябре. От сильной жары Лора обожает спасаться в прохладе горной реки, предгорье Кавказа, куда меня и привезла, чтобы поговорить о важном. Лора, так, конечно, здесь хорошо, спокойно. Я знаю, что ты очень любишь приезжать в это место вместе с детьми, гулять. И это место напоминает тебе о твоем детстве в Южной Каролине. Расскажи, что здесь похожего с теми местами. И поразительно, как мы далеко от места, в котором я родилась, но природа вокруг, вода, горы, выглядят так же. И когда мы здесь, мне сложно наверняка сказать, в какой стране мы сейчас. Расскажи, почему ты переехала, как ты переехала в Россию? У меня была мечта. Я всегда мечтала жить в другой стране. У моей мамы была книга «Чужак в стране чужой», и это именно то, чего мне хотелось. Жить где-то, где я чувствовала бы себя не такой, как все. Я хотела увидеть другую жизнь, найти что-то особенное и безумное. В Америке я встречала русскоговорящих людей. Так случилось, что в месте, где я жила, их было достаточно много. Они переехали туда во время перестройки. Я познакомилась с мужчиной из Краснодара, и он всегда мечтал вернуться на родину. Даже на его телефоне стоял пароль «Код Краснодара». Я влюбилась в идею отправиться в большое приключение. Мы быстро поженились, мечтая вместе вернуться в Россию. Я бы сказала, что не просто вышла замуж за него. Я вышла замуж за авантюру жизни за рубежом, в Краснодаре. Я любила его, но... Все изменилось. Я узнала, какой он страшный человек. Абьюзер. Когда я говорю «абьюзер», я не имею в виду психологический термин. Я говорю о домашнем насилии. Когда он привез меня в Россию, у меня не было ни друзей, ни семьи, ни денег, ни работы, ни знания языка, ни интернета, ни связи с Америкой. Практически год я жила здесь, словно в тюрьме. Я знаю, что это звучит жутко. Это и было жутко. Но я горжусь тем, что я четко решила для себя, что я хочу сделать это место своим. И несмотря на то, что я была заперта здесь, несмотря на то, что он не помогал мне учить язык, он не хотел, чтобы я устроилась на работу и завела друзей, я все-таки сделала это. Я разговаривала с каждым встречным. Бабушки на почте – лучшие собеседники. Я просто зашла на почту получить посылку от мамы, вот так держа талончик, я не знаю, что с этим делать. И они сказали, идем, я помогу, давай паспорт, мы все заполним. Я просто говорила и говорила с людьми, я садилась в автобус с мыслью, я понятия не имею, куда он идет, но я куда-нибудь поеду и с кем-нибудь познакомлюсь. Так я быстро обросла друзьями. Я создала свой внутренний стержень, внутри меня были силы, я сказала, я не знаю, где, я не знаю языка, но я уверена, что смогу. Так я ушла от него и начала все с нуля в этой стране. Так забавно, когда приезжаешь в Америку, и люди начинают жаловаться тебе на жизнь. Милая, тебя допрашивали на паспортном контроле по-русски. Прекрати жаловаться, все прекрасно, все хорошо. Несмотря на все, что происходило в тех отношениях, я полюбила Россию. Девушки по всему миру могут оказаться в такой ситуации, как ты? Именно. А они оказываются. Это же достаточно такая большая проблема. Расскажи, где взять силы? Как уйти? Где я взяла силы? Я открою тебе свой секрет. Секрет всего. Изучение языков, счастливой жизни, умение управляться с тяжелыми ситуациями. У меня нет чувства стыда. Многие женщины сталкиваются с плохим обращением. Им кажется, что это они сделали что-то не так. Поэтому они боятся признаться в своих ошибках и молчат. Мне было не стыдно сказать. Это плохо. Я ухожу. Я совершила глупость, и я должна выкарабкаться сейчас. И я надеюсь, что если я поделюсь своей историей, то это станет примером для других женщин, которые поверят, что если она смогла, то и я смогу. Тогда оно действительно того стоит. А почему ты не обратилась в полицию, когда были с ним плохие отношения? Почему не уехала обратно в Америку? Стоит спросить об этом каждую женщину, оказавшуюся в такой ситуации. Не так ли? Почему ты не уходишь? Женщины пытаются понять, как все исправить. Мы начинаем думать, может, я недостаточно умна, я мало работаю, я недостаточно привлекательна, я толстая. Мы пытаемся найти причину, прежде чем понять, что причина не в нас. Это глупо, очень глупо, но женщинам это свойственно. Как только я поняла, что дело не во мне, я просто ушла. Ушла без ничего. В чужой стране. Да? Без языка. Но я была абсолютно на сто процентов уверена в себе. Вот с чем я ушла. Это не потому, что я знаю значение этой фразы. Это не просто вера в то, что все будет в порядке. Это вера в то, что я сделаю так, чтобы все было в порядке. И даже если не все в порядке, это тоже нормально, ведь в конце концов мы найдем выход, и все будет хорошо. Я жила в общежитии. Ужасное место. Алкоголики могли выкинуть телевизор из окна, соседка могла вызвать полицию, потому что я слишком долго занимала ванную. Кухня, на которой невозможно готовить. Но я по-прежнему была влюблена в эту страну. Как? Как? Это было интересно. Мне говорили, что я сдамся через полгода, но я не хотела уезжать ни через год, ни через два. Когда я поехала в Америку, мне снились кошмары о том, что у меня нет российской визы. Слава богу, я получила визу и вернулась. Пятнадцать лет, и ни разу меня не посетила мысль, с меня хватит. Думаю, сейчас я уже не смогла бы жить в Америке. Я не знала, как жить в Америке сейчас, потому что ты русская. Нет, наполовину русская, наполовину американка. Несмотря ни на что, Краснодар стал для Лоры второй родиной. Она отлично знает город и его историю. Своим появлением Краснодар обязан Екатерине второй, которая подарила эти земли казакам. А они основали здесь поселение. Парк у памятника императрицы был одним из первых мест, которые Лора увидела в России. Поэтому и нашу прогулку по городу мы начали отсюда. Мы в сквере, все называют его Екатерининским. Ведь здесь установлена статуя Екатерины. Я узнала о ней, как о Екатерине Великой. И даже в Америке все знают ее, как икону феминизма. Сначала я даже не знала, что переезжаю в Екатеринодар. Все стало понятно, когда мои друзья встретили меня в аэропорту и привезли меня сюда. Ты должна увидеть этот парк прямо сейчас. Не важно, что ты устала после трех суток перелета. И тогда я сказала, статуя Екатерины? Как круто! Я знаю, что в России тебя очень часто называют шпионкой. Ты слышала? Это таксисты всегда думают, что со мной что-то не так. Они постоянно спрашивают, почему ты здесь, где лучше жить, чем ты занимаешься. Почему ты задаешь столько вопросов? Зачем ты переехала? Это странно. Я понимаю, что им интересно и назвать одну причину недостаточно. Они ищут какой-то подвох. Таксисты все время спрашивают, чем я занимаюсь. Однажды мне стало скучно, и я стала отвечать в духе. Я физик-ядерщик. Я шпионка. Я воздухоплаватель. Почему должен быть какой-то умысел? У меня много причин. Лора удивительным образом подмечает необычные детали в повседневной жизни русских людей. И я хотела поговорить об этом подробнее. Тогда она предложила поехать в бильярдную, потому что разница между американским пулом и русским бильярдом – это идеальная метафора для сравнения жизни в России и Америке. В чем проходит ассоциация? Видишь, как легко забить шар в такую широкую лузу в американском бильярде? Водить машину в Америке так же легко. Дороги широкие, ровные, ехать легко и комфортно. В России нужно четко знать каждый миллиметр своего авто. Чтобы маневрировать по узким улочкам и неровным дорогам. Чтобы водить машину в России, надо быть профессионалом. А в Америке это может сделать каждый почти не глядя на дорогу. Я должна бить всегда по белому шару. Биток. Или черным шаром. Так, ты всегда бьешь по белому шару. Ты можешь выбрать либо сплошные, либо полосатые. Сейчас бей любой шар. Главное – не забить черный. Слишком много правил, ты понимаешь? О, мой господи. Ну да, русский бильярд. Тут всего пять правил. Бей по белому, забивай свои. А русском разве больше правил? Русский сложнее. Вообще нет правил. Понятия не имею. Есть шары. И бьешь. В русском бильярде невозможно попасть в лузу. А знаешь, как возник русский бильярд, я думаю? Мы не смогли запомнить так много правил и создали просто свой бильярд. Пять правил. Бей по белому, забивай свои, не бей по черному. Ты знаешь, что русские не любят правила? Знаю. Нет, вы любите правила. Вы должны знать их, чтобы сделать наоборот. У нас даже есть выражение. Правила созданы. Вот так. Чтобы их нарушать. А, правила существуют, чтобы их нарушать. Это правда. Когда я впервые приехала в Россию, мы проезжали мимо земельных участков, через которые проходил оросительный канал. И каждые 200 метров вдоль него стояли таблички «Купаться запрещено», «Купаться запрещено». И возле каждой из этих табличек «Купались люди». Это русские. Попробуешь забить этот? Да. Удачи. Что ты тогда подумала, когда увидела эти знаки? И это было начало понимания русской души. Понимание того, что правила существуют, чтобы их нарушать. Так и живем. Чуть-чуть. Давай, давай. Нет, я не сегодня. Нарушаешь? Расскажи, все вот эти вот детали, ты их увидела, пока работала репетитором или где-то еще? Я люблю болтать с людьми. Мне очень повезло, что я могу разговаривать со своими клиентами часами и спрашивать их о чем угодно. Я люблю задавать разным клиентам одни и те же вопросы, чтобы понять, думает ли так один человек, либо это менталитет. Я пыталась посчитать, и мне кажется, я общалась примерно с одной-двумя тысячами человек по работе и на других мероприятиях. Ну, тогда предлагаю поговорить на самые популярные темы, которые были у тебя в блоге. И первая тема — это харассмент. Почему эта тема так популярна в Америке? Харассмент. Актуальный вопрос. У нас к нему разные отношения. Поэтому мне интересно говорить об этом. В Америке я работала в мужском коллективе. И испытывала это на себе. А моя мама учила меня быть сильной и независимой женщиной. Я удивлена, что здесь все по-другому. Если в Америке женщина наряжается, например, надевает обтягивающее платье, демонстрируя свою фигуру, это выглядит как призыв к агрессивному поведению от мужчин. А когда наряжаются русские женщины, это не призыв. Это показатель того, как женщина ценит себя. И другие люди тоже ценят ее. В Америке очень популярно движение Метту. Как ты думаешь, почему вообще возникло такое движение? Почему они устраивают такие большие скандалы? Для меня это актуально, потому что я на 100% понимаю обе стороны. Один мой друг был достаточно знаменит, но бывшая разрушила его карьеру, выложив в интернет ложные обвинения. Он потерял компанию, работу, вынужден скрываться. Теперь все считают его монстром. И все это из-за женщины, у которой не было ни одного реального доказательства. Я имею в виду, что я была с обеих сторон такого конфликта, и понимаю, что мы должны верить женщинам. Ведь в Америке и много раз не верили. Но с другой стороны, женщины тоже должны нести ответственность, а не просто кидаться обвинениями, разрушая жизнь мужчин. У меня нет правильного ответа. Я лишь знаю, что это тяжело как для одной, так и для другой стороны. Лора не только обожает разговаривать со своими студентами, но и с местными жителями. Чаще всего она просто подходит на улицы к незнакомцам и начинает разговаривать о жизни. И в этом тоже есть огромное отличие людей в России и в Америке. Я попросила Лору провести мне мастер-класс. Мы сейчас как маньячки просто с тобой. Не парься. Именно так я и живу в России. Я странно выгляжу, странно разговариваю, странно улыбаюсь. Я странная, почему бы и нет. Пойдем. Простите, я не ставлю, это немножко странно. Можешь с вами разговаривать немножко? Можно. Можно. Хорошо. Так, меня зовут Лора. Виктория. Виктория, очень приятно. Я хотела с вами разговаривать, потому что вы видели, что очень классно. Спасибо. Почему у тебя такая красивая сегодня? У вас есть какая-нибудь мероприятность? Нет. Нет? Настроение. Класс. А какое настроение сегодня? Хороший. А почему? Просто. Я хочу спросить вас, я американка. Я понимаю. Я знаю. А почему вы знаете? С акцентом. С акцентом. Все скажут мне, что я улыбаюсь слишком много. Слишком яркая, слишком открытая. Хочешь быть счастливой, будь ею. Улыбайся. Кто ты? Прямо. Вы как американка. Или что? Жить хочется. Знаешь, что это? Это похер. Да, это похер. У меня 42. Мне уже... 48. Молодец, молодец. Выглядите вы роскошно, я вам скажу. Спасибо. Жизнь прекрасна. Да, ты просто солнце. Спасибо, да. Твою энергия. Спасибо огромное вам. Спасибо. До свидания. Ну, я считаю, это успех. Еще некоторая такая особенность нашего общества, которую ты тоже заметила, это то, что в России меньше или реже делают комплименты. О, да. О, да. Садики нас учат. Если видишь что-то приятное, скажи. Радоваться и делиться радостью с другими – это большая часть нашего воспитания в Америке. Если я иду по улице в Америке и замечаю, что у человека красивые глаза, я не оставлю эту мысль при себе. Почему бы мне не поделиться приятной мыслью с кем-то другим? И я продолжаю делать это в России, если я вижу «О, красивая юбка». И я обязательно скажу «Классная юбка». Но в ответ иногда я слышу «Спасибо», но в большинстве случаев у людей шок. Что? Почему? Что тебе надо? Нет, что бы ты ни продавала, я не куплю. Я понимаю, что когда делаю комплименты тем, кто не готов их принимать, людям кажется, что я хочу навредить им. Когда я вернулась в Вашингтон, и мне улыбнулся первый же охранник в аэропорту, я была так рада. Это настоящее счастье. Радость и ноль фальши. Мы просто знаем, как делиться радостью, тем самым умножая ее. Я понимаю, что это может выглядеть глупо и странно со стороны, но думаю, если бы русские попытались быть более жизнерадостными, им бы это понравилось. Мы стараемся. Видишь, разве количество счастья ограничено? Я не дам тебе счастье, иначе у меня станет на одно меньше. В этом вся разница. Русские видят счастье как ограниченный ресурс. Если я поделю счастье, у меня станет на одно меньше. Американцы мыслят иначе. Счастье не ограничено. Я могу поделиться им, и у меня все равно останется столько же. Но теперь кусочек счастья есть у других. Мне кажется, всегда, когда начинаешь разговаривать с русскими, они открываются. Надеюсь. Я не думаю, что каждый готов открыться мне. Сложно сказать, какие они русские. Но она представитель культуры, и она олицетворяет. Не так ли? Так что я не знаю, какие они русские. А если ты в Америке подойдешь к незнакомому человеку и начнешь с ним разговаривать? О, да. Первый встречный может рассказать, как прошел его день. Рассказывает о своих родителях, о собаке. Это нормально. Но это будут неглубокие разговоры же обычно. Это очень поверхностные. Но тебе все рассказывают. Не знаю, я же странная. Я открыта для глубоких разговоров с людьми, но не могу сказать, что все американцы такие. Это я такая. Ну, конечно, я не могу не спросить. Ты знаешь всех своих соседей здесь, в России? Да. А в Америке? Мне кажется, и в Америке, и в России ушла традиция знакомиться с соседями. Поэтому, когда я купила квартиру и поняла, что это место станет моим домом, я сама пошла знакомиться со всеми, чтобы стать такой соседкой, которую мне самой хотелось бы иметь. Так что да, я знаю всех своих соседей, потому что я приветствую каждого. А как поначалу ты разговаривала с русскими? Ты не знала языка. Дурак. Карточная игра в дурака. Серьезно, я научилась играть в дурака. Это отличный способ завести друзей и общаться с ними, даже не зная языка. Вау. Еще один лайфхак от Лоры. Хочешь узнать город и поскорее выучить язык? Иди на рынок. Особенно на юге. Поэтому американка привела меня на знаменитый сеной рынок. Он появился еще в 1879 году. Это был третий в городе базар для торговли скотом и сеном. А сейчас глаза разбегаются от изобилия. Лора, я знаю, что в Краснодаре на рынке принято торговаться. И ты это любишь делать? Да. Это как я учила русский язык. Это как я учила русский язык. Я знаю, что нельзя, наверное, говорить про торговаться прямо при свидетелях. Ну да ладно. Я тебе покажу. Окей. Все спрашивайте меня, что такое американская еда? Гамбергов хот-дог. Ну, мои дети любят, как сделать русский язык. Не просто как хот-дог, кетчуп, горчица. Они любят корейскую морковку. Обычно это берется булочка, сосиска. И сверху посыпается корейской морковочкой. Но я никогда не видела это в Америке. Это мне кажется... Я русская, и я никогда этого не видела в России. Я вам больше скажу. Это какой-то краснодарский стайл. Мы сделаем тебя. Русский. Вот так, я покажу тебя. Морковочка стоит 30 рублей 100 грамм. Хорошо. Давайте мне, пожалуйста, 200 грамм. Хорошо. Ну, они всегда дают тебе немножко больше, и я не против. 300 мне нормально. Просто я скажу 200. О, отлично. Лайфхак. Получилось все вместе 120 и 60, 180 рублей. 150 рублей со скидочкой. Спасибо большое. Отпустил. Да, смотри. И в шоу-питесе это вас. Спасибо за опыт. Спасибо вам. О, я делаю наоборот, а? Спасибо большое. Спасибо. Поручшего дня. Вам тоже. Доброго, очень приятно. Так торгуются в Америке? Подожди, вы доплачиваете в Америке наоборот? Мы любим сделать тип на чай, да? Сделать радость. Мне кажется, радость случилась. Я делаю все неправда. Я не русская, я русско-американка, а вот это был мой американский час. Какой вообще рацион у среднего американца? Очень много переработанных продуктов. Консерванты, химикаты, соль, жир, сахар. Все, чтобы усилить вкус и заставить тебя купить еще. Отдел заморозки заполнен полуфабрикатами. Это удобно, когда у тебя дети, ты работаешь, и нужно быстро накормить всю семью. В России это не так. У меня было абсолютное ощущение, когда я была в Америке, что вся еда намного соленее, слаще. Но для меня это не вкуснее, потому что я человек, который... Люблю обычную, простую еду максимально, стараюсь ее даже по минимуму солить. И поэтому для меня вот эта вся химия, я ее прям чувствую. Но, насколько я понимаю, американцам здесь непривычно, потому что наша еда... О, да. К примеру, недавно я готовила американский торт. И я поняла, что в рецепте слишком много сахара. Я добавила в два раза меньше. Но все равно оказался чересчур сладким. Я подумала, что же тогда мы ели в Америке? А нет у тебя ощущения, что это некий такой заговор между продуктовыми компаниями и фармой? В конечном итоге ты же идешь в аптеку, к врачу и покупаешь таблетки? Я не могу сказать, заговор ли это. Но я знаю, что в Америке все решает прибыль. А не то, что лучше для потребителя. Магазинам надо продать больше продуктов. А аптекам больше лекарств. Расскажи, как вообще кормят детей обычно в Америке, если, например, говорить о школах. Мишель Обама ввела запрет на вредную еду в американских школах. Дети приносят еду в школу, часто это нездоровая еда. Даже если родители готовы кормить своих детей сладостями на обед. В школе им не разрешат это есть. Звучит странно. Как кто-то может указывать тебе, как кормить своего ребенка? Но это нужно для того, чтобы вернуться к здоровому образу жизни. Когда я училась в школе, у нас стояли вендинговые аппараты, в которых продавали чипсы, газировку. То есть теперь это запрещено. Но раньше было именно так. Знаешь, чем кормят твоих детей здесь, в российской школе? Как ты к этому вообще относишься? Как ты относишься к этому супу? Вы любите суп. Да, мы. Ты вообще любишь русскую кухню? Я умею готовить русские блюда. Мой борщ лучший из всех. Лучше твоего. Гордость важный ингредиент для борща. Еще я знаю, что ты любишь окрошку. Это правда, я люблю. Это удивительно просто. Мокрый салат. Это удивительно, но очень вкусно. Я не понимаю, как? Это просто магия. Ты относишься к местным маринованным фруктам. Мне только предстоит этот эксперимент. Здесь уже 15 лет, но ни разу не пробовала. Я считаю, что надо попробовать. Пойдем? Время экспериментов. Ну что? Лора, привела я тебя к месту нашего эксперимента. И я в предвкушении. Я так понимаю, что люди на Кубани очень любят соленые фрукты. Фрукты. Это правда? Это правда. Вообще соление пользуется большой популярностью. В том числе фрукты. Я, честно говоря, слышала только про соленый арбуз, но сама его никогда не ела. А здесь я смотрю. И виноград, и яблоки, и черешня, и сливы. Я так понимаю, это еще не предел. Это не предел. У нас будет еще соленый персик, будет еще соленый кизил. Фрукты замачивают в воде с сахаром и солью, а иногда добавляют дрожжи и настаивают минимум неделю. Мы решили попробовать соленый виноград, сливу и даже черешню. Вот у нас итальянцы приезжали, были в шоке, они были в диком восторге. Итальянцы были в восторге, да? Да. А американцы? А мы сейчас узнаем. Все, что сказали итальянцы, это оргазма кулинари. Это как будто черешня долгое время была в банке с помидорами. Да. Я не чувствую черешню, я чувствую рассол. Но наш фаворит – арбуз. Это прикольный вкус. Это бомба. Это очень похоже на огурец соленый. На вкус как конфета, кислая конфета. Давайте мы возьмем килограмм арбуза с собой. Не могу вам отказать. Сколько с нас? Это 100 рублей для хороших людей. Как с вами торговаться? Я только хотела с вами поторговаться, научить, в общем-то, лору, как торгуются у нас здесь в России. А у нас вот так. Это все твоя улыбка. Лора, несмотря на то, что ты уже попробовала соленые фрукты, я все-таки хочу убедиться, на сколько процентов ты стала местной. Хорошо. Я буду сейчас тебе говорить слова, которые используют только здесь, на Кубани. И если ты правильно ответишь на большую часть из них, то я тебе подарю этот замечательный соленый арбуз. Ну, это только человек из Кубани хочет такой подарок. Ну, так ты же из Кубани. Ну, да, давай. Супер, договорились. Итак, что такое халабуда? Это еда? Нет. А я вообще не знаю. Халабуда – это дом, который построили сами. Ну, что-то типа шалаша. А, да, я понимаю, я купила квартиру. Я не знаю. Муляка. Муляка. А, я слышала это вообще не знаю. Как это связано? Грязная вода. Ну, как приезжаешь куда-то и хочешь искупаться, например, а там грязная вода, говорят муляка. Муляка. Ну, мне было нужно это слово, но я не знала. Жменя. Жменя? Я не из Кубани, да? А что? Жменя – это горсть. Кулёк. Ну, кулёк, мне кажется, кстати, говорят много где по России. Мне стыдно сейчас. Я вообще не знаю. Кулёк – это пакет. Кулок? Да, это пакет. Я должен знать. Кушери. Ну, это вкусняшка что-нибудь. Кушери – нет. Кушать вообще? Нет? Это как кущетка? Это кусты. А что такое кусты? Ну, кусты. Растения, кусты. Кусты растений. Ну, что я хочу тебе сказать? Этот великолепный солёный арбуз теперь твой. Это будет помочь на дороге учить русский язык как местная. Поехали смотреть Краснодар дальше. Давай, Дима. Мы отправляемся на Кубанскую набережную. Хотя местные называют её исключительно Кубана-набережная. Лоре здесь нравится больше, чем в модном парке Галецкого. Как она сама уверяет, она любит всё простое и уютное. Сейчас в Краснодаре живёт больше полутора миллионов жителей. А 10 лет назад было всего 800 тысяч человек. И из-за этого краснодарцы разделились на две группы. Первых называют панаехи. Это значит люди, которые приехали сюда жить. И вторая группа – это местные жители, которых называют кубаноиды. А, да-да. Ты знаешь это слово? Да, точно. Для меня, конечно, было удивление, что то, что другое слово абсолютно в новинку. Так вот, расскажи, тебя когда-нибудь называли панаехой? Или, может, уже кубаноидом? Конечно, нет. Для меня есть отдельное слово. Я же из Америки. Меня называли… Ко мне не относятся, как к одной из тех, кто понаехал. Но пока они пытались понять, почему мне здесь нравится, помимо меня сюда переехала ещё пол-Россия. А ты вообще чувствовала какой-то конфликт между местными и теми, кто переехал сюда жить? Из России. Хм, я не уверена, что знаю коренных краснодарцев. Все, кого я знаю, переехали сюда взрослыми. Поэтому думаю, что местных здесь уже не так много, чтобы они злились. Потому что мы все понаехали. И создаёте огромные пробки, насколько я понимаю, да? Да, люди сидят в машине и удивляются. Куда такая большая пробка? Они же сами её создают. Но у меня нет машины. Как ты здесь передвигаешься вообще, обычно? Ладно, у мужа есть машина. То есть ты всё равно стоишь в пробках? Я нет. Я предпочитаю пройтись пешком или взять такси. В Америке без машины нельзя. Здесь можно прогуляться и купить продукты. Буквально в двух шагах от дома. Это же прекрасно. Почему в Америке так не развит общественный транспорт? Почему там всегда нужна машина? Интересный вопрос. Хочешь правду? Это прозвучит как теория заговора. Всё потому, что наши города проектировали производители автомобилей так, чтобы максимально увеличить потребность в покупке автомобиля. То, как выполнено зонирование городов, то, какое количество парковок нам необходимо. Всё для того, чтобы увеличить продажи автомобилей. В Америке ничего не предусмотрено для пешеходов. Поэтому там не ходят пешком. Это не предполагается проектом. Лора безумно рада, что растит детей именно в Краснодаре. В том числе, потому что здесь безопасно. Можно ходить пешком и, главное, гулять. Для Лоры это магическое слово. Мы живём в Краснодаре. Фестивальный – это лучшее место жить с семьёй. Серьёзно, лучшее место в мире. Когда я была ребёнком, чтобы встретиться с кем-то, надо было выйти на дорогу с ограничением скорости в 100 км в час, а не прогуляться по городу. В Краснодаре совсем не так. Разве я могла представить пробку из людей? Тебе это понятно? Ведь ты живёшь в России. Я никогда раньше не видела пешеходных пробок. Это невероятно. Здесь есть пробки из людей, они повсюду. Потому что русские любят гулять, да? Это часть русского менталитета. И я не люблю переводить это слово, ведь английское «to walk» означает совсем другое, не так ли? Гулять значит быть свободным, не работать, наслаждаться свежим воздухом. Это значит дышать, расслабляться, пойти в бар, выпить с друзьями, танцевать и петь в караоке. Это значит не думать об обязательствах, да ведь? Да, абсолютно. Расскажи, как ты встретила своего второго мужа. Я ушла от первого мужа и так веселилась. Так веселилась. Я увлеклась музыкой и старалась посещать все концерты, которые могла. И он музыкант. Он играл на сцене в баре, я ничего не знала о нем. И я даже не хотела с ним знакомиться. Но мои друзья сказали, дай ему шанс, он хороший. Между нами сразу что-то вспыхнуло, и уже через полтора года мы поженились, а на свадьбе я уже была беременна. У меня никогда не было сомнений в том, что я хочу остаться в России. За несколько лет за мной ухаживало много мужчин, но я понимала, что женить бы на мне нужно им ради синего паспорта. И я говорила, нет, нет. А он сказал, я люблю Краснодар, я хочу остаться здесь. И я сказала, ладно, это мне интересно. У тебя двое детей, два прекрасных сына. Спасибо. Расскажи, как ты их воспитывала. Потому что я, познакомившись с ними за кадром, увидела абсолютно четко, что воспитывались они как будто бы по-разному. Один лучше говорит на английском, а второй лучше говорит на русском. Да. Что там за история такая? Я планировала воспитывать старшего сына дома до 5 лет, и только потом отдать его в детский сад. Мне хотелось, чтобы его родным языком стал английский. Первые 5 лет он должен был им овладеть. Когда прошло 5 лет, случился ковид. Мы не смогли отправить его в садик, и он оставался со мной дома до 7 лет. Именно в первые годы жизни он мог бы легко выучить русский, но он, по сути, даже не общался с русскими детьми. Поэтому мой старший сын настоящий американец. Он громкий, он улыбчивый, он обожает всех вокруг, он делится радостью с людьми. И именно поэтому мой младший сын более русский, ведь он пошел в детский сад, когда ему исполнилось 5. Он узнал русские сказки, он научился спокойно сидеть на месте. И... Они совершенно разные. И как ты с ними уживаешься дома? Дома мы живем как в Америке, но выходя из дома, мы живем в России. То есть дома ты говоришь на английском с обоими сыновьями? Есть правило, один родитель, один язык. Дома муж говорит на русском, а я на английском. Проблема лишь в том, что женщины говорят намного больше. Поэтому в основном они слышат английский. В этом сезоне у нас появилась новая рубрика, в которой мы решили сравнивать разные аспекты жизни в России и в Америке. Я знаю, что ты своих детей рожала здесь, в России. У меня недавно подруга рожала в Америке. И поэтому у меня есть счет за американскую больницу, за роды. И причем нужно, наверное, понимать, что у моей подруги уже американское гражданство. То есть она гражданин. И вот я тебе прям хотела показать этот чек. Общий чек за роды в 22-м году. Пожалуйста. 14 тысяч... 14 тысяч 800 с чем-то там долларов. Да ничего удивительного для меня. Что, извините, меня делают за почти 15 тысяч долларов. Ага. Разве не безумие? И у меня здесь только один вопрос. А что, собственно, делать, если у тебя нет таких денег? Я понимаю, что в Америке развита концепция страховок. То есть ты покупаешь страховку, и она покрывает часть, часть твоих расходов на, например, роды. Вот в частности у моей подруги эта страховка покрыла только 30%. Окей, где взять остальные деньги? На что она мне говорит? Ты можешь рассчитывать на бесплатные роды, если ты докажешь, что у тебя нет денег. Тебе нужно иметь меньше, чем 150% годового дохода. Я специально посмотрела на сайте. Годовой доход на одного человека во Флориде – это порядка 22 тысяч долларов. То есть это в месяц где-то порядка 1800 долларов. Для Америки, я знаю, я была в Америке, я жила в Америке, я знаю, что 1800 долларов – это ничего просто, просто ничего, на них невозможно жить. Но при этом это считается прожиточным минимумом. И человек, например, работающий продавцом в магазине, в супермаркете, в среднем, если он будет работать каждый день без выходных, то в среднем в месяц он будет зарабатывать где-то 2,5 тысячи долларов. Но при этом считается, что он уже может платить за свои роды сам. Как это вообще возможно? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Что происходит в такой ситуации? У нее есть счет, и его нужно оплатить сразу. Она родила, если она не оплатит, они же не засунут ребенка обратно. Ребенок есть, ты можешь сказать, я не буду платить. Что тогда? В твоей кредитной истории будет указано, что ты не оплачиваешь счета. Что тогда? Ты не сможешь устроиться на работу. Да, они проверяют твою кредитную историю, если видят, что ты не оплачиваешь счета, это значит, что ты ненадежна, и тебе нельзя доверять. С плохой кредитной историей ты не сможешь снять жилье или взять заем на покупку дома. То есть, если ты не оплатила счет за медицинское обслуживание, то твоя жизнь полностью разрушена. На долгие-долгие годы. В Америке это частое явление. Людям приходят новые графики платежей, постоянно звонят. Единственный выход – объявить себя банкротом. Именно поэтому в Америке такой высокий уровень банкротства, в частности, из-за оплаты медицинских счетов. А правильно ли я понимаю, что получается, что кредитная система в Америке – это своего рода система контроля людей? Да. Есть женщины, которые не пойдут на свидание с мужчиной, пока они проверят его кредитную историю. Не только из-за денег. Это скорее вопрос надежности. Мобильная связь, электроэнергия, водоснабжение. И если ты пропустишь хотя бы один платеж по договору, это будет вредить, вредить и вредить тебе. А правильно я понимаю, что декрета в Америке вообще нет? Какое-то время просто держит твое место? Шесть недель. Шесть недель. Но тебе не платят это? Нет, зависит от работы. Если ты работаешь продавцом в продуктовом магазине, это все, на что ты можешь рассчитывать. Если ты специалист с уникальными навыками, и компании нужно, чтобы ты вернулась на работу, оплату декретного отпуска включают в премиальный пакет. Но это решение остается за компанией. Да, но это, опять же, бонусность, если у тебя есть годовой... Ты рожала здесь, и очень многие русские едут рожать туда. Я понимаю, что часть этих русских, которые едут туда, едут для того, чтобы получить документы. Но часть говорит о том, что якобы в Америке медицина лучше. Ты с этим согласна? Возможно, если говорить об оборудовании и новых технологиях. В Америке это больше распространено. Хотя, я думаю, в Москве есть то же самое, в отличие, например, от региональных российских больниц, в которых таких технологий пока нет. Когда моему сыну было четыре, у него обнаружили детский артрит. Очень серьезное заболевание. Он не мог даже ходить. Я несла его, четырехлетнего, на руках в обычную российскую государственную больницу. И через 19 дней он вышел оттуда совершенно здоров. И он здоров до сих пор. Разница только в том, что в российской больнице я ни секунды не потратила на вопрос, связанный с оплатой. Ни слова о том, как платить, ни слова о том, сколько платить. Ни слова о том, что мы не будем брать те или иные анализы, потому что это дорого. Врач сказал, мне нужно знать все. Мы возьмем все анализы крови, мы проведем все обследования. Одно, два, столько, сколько нужно. Сколько моих друзей в Америке не могли сдать анализы из-за того, что врач не смог доказать страховой компании, зачем они нужны пациенту? Врач считает нужным взять анализ, а страховая говорит, нет. Здесь я знаю все о здоровье своих детей. Мы проверяем уровень витаминов, сдаем всевозможные анализы крови, потому что здесь это ничего не стоит. Насколько я понимаю, ты заметила, что американцы умеют копить, копить деньги на будущее. А вот русские тратят все на право и на лево и никогда не задумываются о том, чтобы отложить, не знаю, на пенсию, на старость, на еще что-то. Почему вы говорите о будущем как о чем-то фантастическом? В этом вся суть. Я не имею в виду ничего оскорбительного. В российской истории никогда не было настоящей уверенности в завтрашнем дне, потому что все меняется из поколения в поколение и даже быстрее. Поэтому если в настоящий момент есть возможность, вы пользуетесь ею, говорите, не жди, ведь завтра может и не наступить. Я не вижу в этом ничего плохого в то время, как американцы слепо верят в стабильное будущее. Я думаю, что такая уверенность может рухнуть в один день. Не потому, что они делают что-то не так, а потому что мир меняется. Мне кажется, русские просто лучше адаптируются к приходящим изменениям. Ты в своем блоге сказала очень интересную цитату, которая мне понравилась. Хочу ее сейчас озвучить. Ты сказала, что русские люди могут коллективно нарушать правила, если так удобнее. Например, креативная русская парковка. Это как вообще? Расскажи. Представь параллельную парковку, но все паркуют машины под углом, ведь это, очевидно, удобнее. Только слепой этого не замечает, но каждый думает, дурацкие линии, я сам знаю, как поставить машину. Зачем ждать, когда кто-то подскажет правильное решение? У меня есть глаза, есть своя голова на плечах, я сам знаю, как правильно. В Америке так не делают? Там больше доверяют системе. Американцы верят, что если сделано так, значит, кто-то это продумал. И есть определенная причина, почему так. Обычно они не ошибаются. Мы в Америке боимся нарушать правила. И, насколько я понимаю, вот это доверие к системе определяется еще не только выполнением правил, но еще и тем, как ведут себя американцы в обычной жизни. Как-то в своем блоге ты рассказывала о том, что русские нюхают всю еду, перед тем, как ее съесть. Верно. Расскажи, как ты вообще заметила это наблюдение и каким выводом пришла? Я просто заметила, как одна моя знакомая купила молоко, проверила, что срок годности в порядке, открыла и понюхала его. Я подумала, странно. Позже я увидела, как то же самое делает совершенно другой человек. И тогда я поняла, это не индивидуально, это культурная особенность. Когда я заметила это, я стала спрашивать, зачем ты понюхала свежее молоко, которое только что открыла? Они даже не замечали. Я понюхала? Да, наверное. Зачем? Не знаю. Почему ты спрашиваешь? Большинство не отдает себе отчет, зачем они это делают. Но люди с более углубленным самосознанием начинают рассуждать. Так научила меня моя мама, а ее, наверное, научила бабушка. Какое молоко продавали, когда моя мама была ребенком? Что тогда происходило с людьми? Какие уроки одно поколение передало другому? Так простая привычка нюхать молоко. И тебе нужно переворошить историю целой семьи, чтобы понять, а что же произошло? Лора, расскажи, о чем ты мечтаешь. Я мечтаю проехать через всю Россию по Транссибирской магистрали. Медленно, наблюдая, как меняется пейзаж за окном, встречая по пути людей из разных уголков страны. Я очень люблю российские железные дороги и хочу увидеть всю страну, путешествуя по ним. Это мечта. Лора, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готова? Сделаем это. Три главных качества русской души. Упорство. Вы не сдаетесь, вы идете вперед до самого конца. Изобретательность. Русские находят творческие пути решения любой проблемы. Я слышала, говорят так, чтобы построить дом, американцам нужен огромный набор инструментов по одному для каждого типа работ. А русский может построить дом с помощью одного молотка, используя его так, как ему надо. Это суть мышления, суть решения проблем. Третье, и самое важное, это красота. Русские вкладывают красоту во все, что они делают. Если это бабушка, которая ухаживает за садом, и у нее нет денег, но есть старые шины, она возьмет и сделает из них лебедя, потому что должно быть красиво. Краснодар – город красоты. Я здесь живу. Три вещи в России, которым ты никак не можешь привыкнуть. Мне не нравится гробость. Мне не нравится, как мы показываем свою агрессию, когда на то нет причин. Мне не нравятся пробки. Это не то, что ты хотела услышать. Каждый, кто живет в Краснодаре, обязательно ответит так же. Пробки – это кошмар. Думаю, здесь они худшие в мире. «Хей, мы в топе!» Последнее – это отсутствие доверия. Я много раз подходила к незнакомцам, чтобы сделать или сказать что-то приятное, и сталкивалась с недоверием. Я понимаю, что люди лишь пытаются защититься, но хотелось бы, чтобы мы больше доверяли друг другу. Что русскому нужно для счастья? Это очень легко. Вода, огонь, друзья. Если у русского есть вода, огонь и друзья, они счастливы. Ты не знала? Разве ты когда-нибудь видела, чтобы человек был несчастен, отдыхая с друзьями на озере и жаря шашлык? Ты видела хоть одного мужика, который был бы в такой ситуации несчастен? Прикольно. Не знаю. Мне довелось встретить таких потрясающих людей в этой стране, богатых и бедных, деревенских и городских. И каждый из них, если есть такая возможность, ни за что не откажется поехать на природу с друзьями и приготовить шашлык с видом на озеро. Блин, прикольно. Никогда об этом не за прикольно. Это круто. Думаю, я права. Лора, спасибо тебе огромное за наше интервью. Спасибо тебе огромное за твою открытость, за твою честность. Ты потрясающая женщина. Спасибо. И несмотря на то, что мы активно с тобой сравнивали две наши страны, я думаю, что главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Все будет хорошо. Так и будет. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, в этом сезоне мы решили, что самому активному нашему подписчику мы будем отправлять наш фирменный мерч. А для того, чтобы его получить, вам необходимо написать в комментарии самый креативный ответ на вопрос «Что для русского счастья?». Мы все читаем. Давайте. Вперед.